Приветствую! А вы никогда не задумывались о том, что происходит с человеком после того, как он становится депутатом? Ну вы же наверняка замечали, как люди, хорошие, умные, красивые люди, говорили правильные вещи о том, как нужно заботиться о людях, о том, как нужно защищать права человека. А потом эти люди становятся депутатами и такое ощущение, что происходят какие-то кардинальные трансформации, что там генетический код этим людям меняют, потому что они начинают говорить зачастую противоположные вещи. То есть пока он был человеком, он говорил одно, а став депутатом, говорит совсем другое. И я задумался, а как так? И есть у меня предположение, что там либо прививки им делают, либо в подземельях Киева собираются в черных мантиях с капюшонами на голове все депутаты. Выходит самый старый, самый злобный депутат и кусает всех людей, которые пришли стать депутатом. После этого эти люди становятся депутатами и начинают рассказывать всякую интересную, всякую интересную историю, не знаю даже какое слово подобрать. Откуда у меня такие мысли? Из последнего, так сказать. Дмитрий Наталуха. Прекрасный человек. Прекрасный человек. Юрист. Правозащитник. Это то, что написано на его страничке в Википедии. Правозащитник. Юрист. Так вот этот человек говорит, к сожалению, в Конституции зафиксировано, что Украина является социальным государством. И у меня вопрос. Нет, человек, юрист, правозащитник не может такое говорить. Ну, потому что это противоречит сущности юриста, противоречит сущности правозащитника. Но вот народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию такое говорит. И вот здесь, мне кажется, что да, с ними происходит трансформация. И вот сейчас об этом заявлении мы поговорим подробнее, поговорим о том, к чему это все может привести и сможет ли на самом деле к чему-либо это привести. Теперь подробнее, чтобы не быть голословным, я ссылочки в описании к видео оставлю, ссылочки на интервью Дмитрия Наталухи. И вот сейчас мы посмотрим одну фразу, один коротенький его диалог с журналистом. И вот смотрим, что там происходило. Журналист спрашивает, а вот чи не забагато на социальщину, может, все-таки якось там потрібно по носу постукати населення. Ну, прекрасный журналист, да, видимо, это соответствует, вот такая постановка вопроса соответствует правилам этики. И я же не знаю, я не читал их никогда, но думаю, что если он задает этот вопрос, то это соответствует. Вот не забагато на социальщину, да, вот какое такое сразу слово подобрали. Не на социальный захист, да, как это в законе написано, а социальщина. Ну, вот специально такое негативный посыл, да. Может, все-таки якось там потрібно по носу постукати населення, спрашивает журналист. Журналист, видимо, забывает, что он тем самым сам себе хочет постукатый по носу, потому что он же вроде бы тоже населення. И его, может так оказаться, тоже это коснется. Либо его, либо его родителей, бабушек, дедушек, его близких. Ну, ладно. А что отвечает народный депутат? Это депутат, это тот человек, которого мы избрали защищать наши права. И вот он говорит. Это радянский спадок. Он закарбывался у Конституции. На жаль. Где черным по белому написано, что Украина – это социальная государь. И купа социальных гарантий. Вы понимаете? На жаль. В Конституции черным по белому написано, что Украина – это социальная государь. Это всерьез говорит депутат. Ссылки оставлю. Оставлю ссылку и на интервью, где он голосом это произносит. Хотя, может, все-таки нейросеть. Я искренне надеюсь, что нейросеть. Потому что, если в Верховной Раде депутаты позволяют себе такое публично высказывать, то что же они о людях вообще думают на самом деле? И что здесь хочется сказать? Что вот у нас любую фишку, которую хотят очернить, привязывают к радянскому спадку. И вот тут он сразу говорит – социальщина – это радянский спадок. И вот здесь, друзья, сейчас давайте мы с вами разберемся, а действительно ли вот эта социальщина, идея социального государства – это радянский спадок. Ну, во-первых, мое мнение – нет, нет и еще раз нет. Философы, философская мысль, правовая мысль тысячелетиями развивалась, прежде чем к прийти тому, что государство должно быть социальным. Что смысл существования государства в том, чтобы обеспечить достойный уровень жизни его граждан. Это цель государства. И, к счастью, эта цель, она записана у нас в Конституции. Лучшие ученые, величайшие умы человечества шли к этой цели, чтобы зафиксировать это. Но потом приходит Дмитрий Наталуха, говорит – на жаль, Украина – это социальная держава. Так вот, действительно ли это наследие Советского Союза? Нет, нет и еще раз нет. И юрист, правозащитник Дмитрий Наталуха прекрасно это знает. Но вот депутат почему-то этого не знает. Почему я считаю, что вся идея социальной защиты – это не наследие Советского Союза? Потому что есть международные акты, правовые акты, и в этих актах это закреплено. Давайте сейчас посмотрим, ознакомимся с этим. И будем знать с вами, что это никакое не наследие Советского Союза. А может, тут видят видео, и депутаты посмотрят это видео, и тоже узнают, что есть международное право, в котором закреплены следующие нормы. Вот сначала мы посмотрим Международный пакт про экономичные, социальные и культурные права. Как вы понимаете, это не акт Союза, это Международный пакт. И этот Международный пакт, обращаю внимание, ратификовано указом Президии Верховной Рады Украинской РСР еще в 73-м году. И здесь масса прав, здесь масса прав есть, но мы сейчас об одном праве будем говорить, чтобы сократить это видео. Вот 10-я статья про социальную защиту. 9-я, прошу прощения. Державы, які беруть участь у цьому пакте, вызнають право кожной людины на социальное забеспечение, включаючи социальное страхувание. Обратите внимание еще раз, это не Советский нормативно-правовой акт. Это Международный пакт, который признают все цивилизованные страны. А давайте посмотрим еще, может все-таки еще что-то есть. А еще посмотрим Европейскую социальную хартию, переглянутую. Европейская социальная хартия, да? Ну мы же понимаем, что это не Советская социальная хартия. Европейская. И мы же стремимся с вами в ЕС. Так вот здесь, смотрим, да, кстати, ее же тоже ратификовано. И ратификовано в 2006-му роте. Вот посмотрите, кто подписывает, да, цю хартию. Чтоб сомнений не было, что это не Советский союз. Це Рада Европы, да? Рада Европы, Страсбург. Не Советский союз. Так давайте здесь посмотрим, что здесь. Здесь право на труд. Вот, это же социальные права. Социальные права, это же не только про социальное обеспечение, да? Не только про пенсии, не только про оплату больничного. Вот, право на труд. Тут каждое покинение должно быть возможность зарабатывать себе на жизнь профессию, которую она вилучит. avons выберет. На право на праведину и обязательное нужно об opportunities. На право на право на правительскую буху. На право на правительскую буху. Да? Про уровень зарабат untра Sempre русские буху. Читаем, что и право на беспечные здоровье умов и праицы, вот оно, справедливого нагорода, створение организаций, право пидлитки на захист, право працюющих женок на охорону материнства. Советский Союз, нам говорят, да, это радянский спадок. Да, профориентация, профподготовка, право на охорону здоровья, смотрите, это все радянский спадок. А дальше, смотрите, что, право на социальное забеспечение, статья 12, да, ну, скажем так, центральное в каком-то смысле право, когда мы говорим о социальном государстве, это право на социальное обеспечение. Это радянский спадок, нас пытается убедить депутат. Еще раз показываю вам, европейско-социальная хартия. Какой европейский, ой, какой советский спадок, о чем вы говорите? Ну и, конечно, нужно помнить, что то, что Украина социальное государство, закреплено первой статье Конституции Украины, где написано, что Украина есть суверенная и незалежная, демократичная, социально-правовая держава. Это то, что записано в первой статье, а в первой статье, как мы понимаем, мы записали самые-самые базовые моменты. Вот все, все первые кирпичики, на которых выстроена вся остальная Конституция Украины и должна быть выстроена вся держава Украины. И вот нам говорят, что как жаль, как жаль, что Украина социальная держава. А мне интересно, а что дальше будет? Ну, мы что скажем? Как жаль, что Украина правова держава, да? Потом мы скажем, что как жаль, что Украина демократична держава. А потом что останется? Что потом останется? И, к сожалению, это говорят депутаты Верховной Рады Украины. И я очень надеюсь, что вот эти слова этого человека, они останутся лишь словами, и это все не трансформируется в политику государства, когда государство в нарушении Конституции Украины будет отказываться от каких-то социальных гарантий, от социальной поддержки человека, потому что это будет означать, что это, наверное, некий крах будет означать. И особенно сегодня, вот вдумайтесь, сегодня, когда стоит вопрос о решении проблем с мобилизацией, когда государство говорит, что, ну, нам не хватает людей, и вместо того, чтобы этих людей мотивировать как-то, им выходят и говорят, социальщина, социальщина, надо отменить социальщину. И вот здесь у меня возникает еще другой вопрос, когда такие люди, ну, вот, с экранов телеканалов говорят то, что явно противоречит Конституции, говорят то, что явно в обществе будет принято негативно, говорят то, что явно в очередной раз подорвет мобилизацию. А зачем эти люди эти говорят? Ты невольно задумываешься, то ли они не думают, не продумывают, что они говорят, то ли они думают, они делают это осознанно, но тогда возникает вопрос, а зачем это они делают? А в чьих интересах они это делают? Я не понимаю, честно, я не понимаю, как такое вообще может быть, как такое можно говорить. Но, маэмо то еще маэмо, друзья. На этом у меня все. С надеждой на лучшее, я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok